Международная академическая школа Одесса на несколько дней стала центром притяжения лучших шахматистов нашего города. При поддержке президента образовательного учреждения, почетного гражданина города Одессы Сергея Кивалова, в школе будущего проходит престижный турнир по шахматам среди интеллектуалов в различных возрастных категориях. Организаторами соревнований выступил шахматный клуб «Невский» совместно с Одесской городской федерацией шахмат. В этот раз в школе развернулась борьба за 4-й юношеский, а также 2-й и 3-й взрослые разряды. Неудивительно, что именно Международная академическая школа Одесса стала местом встречи истинных ценителей шахмат. Ведь этому искусству здесь детей обучают с 1-го класса. Об открытии турнира смотрите материал наших журналистов. 40 интеллектуалов, чей возраст не превышает 12 лет, собрались за шахматными досками, чтобы побороться за 4-й юношеский и 3-й и 2-й взрослые разряды. В Международной академической школе Одесса прошел юношеский чемпионат по шахматам, организаторами которого стали шахматный клуб «Невский» совместно с Одесской городской федерацией шахмат. С символическим запуском часов дал старт турниру президент школы будущего, почетный гражданин города Одесса Сергей Кивалов. Это очень важно. Это ваш фундамент. И в первую очередь это наш фундамент. Огромная вам благодарность, что вы принимаете участие в таких серьезных мероприятиях, как шахматные турниры, квалификационные. В далеком уже 2008-м Сергей Кивалов был инициатором проведения в Одесской юридической академии международного турнира по быстрым шахматам. Тогда в рамках чемпионата состоялся исторический поединок двух легенд – Анатолия Карпова и Виктора Корчнова. Уже в наши дни почетный гражданин города Одессы инициирует включение шахмат в школьную программу. Начало положено в школе будущего. Шахматы помогают детям учиться. Шахматы помогают всем мыслить абсолютно по-другому. Лучшая тренировка для ума, чем шахматы, еще никто ничего не придумает. Я глубоко убежден, что в каждой школе города Одессы, Украины, в других странах должны быть шахматы как обязательный предмет. Это не факультатив. Факультатив и кружки – это после занятий. А здесь они играют между собой. Они играют со своими родителями. Они играют со своими друзьями. Это очень важно. Я сейчас подошел, общаюсь с мальчиком. Он говорит, я каждый вечер с папой играю в шахматы. И я говорю, ну так. Он говорит, иногда я выигрываю, иногда он выигрывает. Им нравится игра в шахматы. Поединки за мировую шахматную корону уже давно по телевизионным рейтингам сопоставимы с футбольными чемпионатами мира. С 1927 года под эгидой Фиде проводятся командные соревнования по шахматам, более известные как шахматная олимпиада. В 2004 и 2010 годах на Олимпиаде победила мужская сборная Украины, в 2006 – женская. Наши шахматисты – регулярные призеры подобных соревнований. Неудивительно, что в Международной академической школе Одесса эта игра получила особую популярность. Я хочу, чтобы они стали настоящими победителями. И тот, кто поставил себе сегодня задачу получить четвертый разряд юношки, чтобы они обязательно получили. Кто поставил себе задачу получить второй взрослый, чтобы они обязательно получили. И это, наверное, успех именно в этом заключается. И чем чаще мы будем организовывать вот такие турниры детские, тем наши дети будут более счастливы, более разумными и более перспективными. Сегодняшнее мероприятие на самом деле – это плоды нашей работы в плане того, что наши дети занимались уже на протяжении нескольких лет, готовились к такому масштабному турниру. И сегодня впервые на базе нашей школы проходит турнир такого формата при поддержке городской федерации шахмат. И сегодня для нас большая честь, что большее количество наших детей участвует в этом турнире. Наши дети должны стать личностью и при этом интеллектуальной. Поэтому мы сячески прилагаем в этом усилии. Мы одна из первых школ, которая все-таки ввела эту дисциплину и на сегодняшний день продолжаем ее развивать. И уже вот стремимся к такому уровню, чтобы наши дети все-таки могли представлять школу. И на городском, и на областном, и дай бог на государственном уровне. Специалисты рассказывают, что лучший возраст для того, чтобы начать шахматную карьеру – это 6-7 лет, то есть дети первых классов. Поэтому вице-президент городской федерации шахмат отметил, что введение в обязательную школьную программу такого предмета, как шахматы – это прекрасная возможность для детей попробовать и изучить новую дисциплину самых юных лет. В основном дети ходят в кружки шахматные при школах, либо приходят в клубы шахматные. Но чтобы проводилось в школах, такого еще не было. Конечно, это очень важно. Вклад Сергея Васильевича – это огромен, потому что тут не просто 10 детей занимаются шахматной, а полностью все. И если бы еще кто-то этим занялся, то, конечно, это было бы очень замечательно. Поэтому вклад бесценен. Это очень радует, что появилась такая возможность у ребят заниматься при школе шахматами. Чтобы держать в голове множество вариантов партии, анализировать ситуацию на доске и корректировать свою стратегию, шахматисту нужно мыслить особым образом. На доске он видит не пешки и ладьи, а совокупность закономерностей, при этом обладая ограниченным запасом времени. Шахматы у нас учат мыслить, заставляя человека думать. Когда он сидит за шахматной доской, он решает определенную задачу прямо здесь и прямо сейчас. И мало того, что он решает задачу прямо здесь и прямо сейчас, он продумывает свой стратегический план наперед. Вот шахматы – это штука, которая учит думать о последствиях, можно сказать, любых своих действий. Шахматные баталии в классе – это отличный вариант тренировки. Преподаватель по шахматам рассказывает, что его метод подготовки будущих гроссмейстеров – это приоритет практики над теорией. Кроме того, опытные игроки подчеркивают, что любой ребенок способен освоить и полюбить шахматы. Просто кому-то необходимо больше терпения и усидчивости. У меня подход, то есть у нас есть классы, у нас малокомплектные, по 16 человек. 8 человек на половину урока уходят на теоретическое занятие, а остальная половина садится на практику. Ведь вы понимаете, что ребенка плавать, научить в пустом бассейне невозможно. То есть дети должны двигать, хоть с первого класса они должны передвигать фигуры, чувствовать. Есть такое понятие, как гениальный теоретик, но его, даже самый слабый практик, его побьет за шахматной доской. Поэтому теория теории, а практику дети должны проходить обязательно в школе. Но подготовка к чемпионату в школьных стенах не заканчивается. Очень важно, чтобы дети по приходу домой сами анализировали свои партии и практиковались в интернет-приложениях с более опытными противниками. Таким образом они научатся прогнозировать будущее, по крайней мере, на шахматной доске. Смотрел видеообзоры с тренером на уроках, решал разные шахматные задачи на различных сайтах, играл с разными людьми, например, в каких-нибудь шахматных приложениях. Участники соревнований рассказывают, что открыли для себя мир шахмат именно во время школьных уроков. Для них это не просто интеллектуальная игра с элементами азарта. Это проявление самых разных личностных качеств и эмоций. Интерес игры. Просто интерес игры, что там может соперник внезапно походить. И так же, как и я могу для него внезапно походить. Развивается два полушария мозга. У меня папа тренер. До трех лет я не знал, что такое шахматы. Я только играла. Ну, как все дети, раскидывал. А потом, когда мне стало пять лет, я получил первый разряд свой. Потому что у меня развиваются стратегии и большая промышленность наступает. То есть, если тебе там поставили шах, то ты должен там что-то делать, выбираться из этой ситуации. А некоторые, которые не умеют играть в шахматы, они просто не понимают этого и будут ходить куда-то, чтобы уйти от шаха. Напомню, в прошлом году в Международной академической школе Одесса провели чемпионат среди учеников «Ход королевы». Дети продемонстрировали знания и умения высокого класса, что дало импульс для проведения соревнований более высокого уровня. Их обещают сделать традиционными.